И вновь в эфире «Наша Республика. Главная тема». Здравствуйте, уважаемые телезрители. По вашим просьбам мы возобновляем совместный проект трех ведущих средств массовой информации. В этом и последующих выпусках программы примет участие глава Чувашской Республики Михаил Васильевич Игнатьев. Факты оперативной информации и комментарии только из первых уст. Сегодня мы поведем разговор о темпах, качестве строительства жилья и о том, как реализуются государственные социальные программы, ориентированные на то, чтобы как можно большему числу людей оказать помощь в обретении ключей от заветных квартир. Для этого побываем и на строительных площадках, и в гостях у тех, кто уже справил новоселье. Трудно себе представить, что каких-то 5-7 лет назад на месте, где сейчас разрастается микрорайон Радужный, столица Чувашии, стояли покосившиеся и хаотично разбросанные дачные домики. А теперь это то, чем можно гордиться. Вместо капусты, морковки и огурчиков вот такая красота предстает взору. В мастерстве возводить дома на оврагах и склонах, создавать тем самым неповторимые архитектурные ансамбли, чувашским строителям нет равных. Алексею Мурыгину, директору по производству компании отдел «Финстрой», которая и осваивает эту территорию, есть что рассказать главе Чувашии Михаилу Игнатьеву и главе Чебокса Леониду Черкесову. С вами средняя какая получается? На сегодняшний день мы в рынок отдаем по 42-44 тысячи рублей за квадратный метр. По нашим государственным программам сколько? В этом микрорайоне в прошлом году было предоставлено 5 квартир по программе «Ветхое жилье». Кроме того, что идут это по программе «Молодая семья» по ипотеке, по нашей статистике с учетом ипотечного кредитования куплено порядка 40%. То есть вот те меры, которые были предусмотрены правительством по субсидированию, они, конечно, нашли свое отражение. И то, что вот по текущему году, скажу прямо, мы, конечно, вздохнули, когда программы продлили до конца текущих годов. Это серьезная поддержка для нас, для строительного комплекса. Напомним, что о продлении программы софинансирования ипотечного кредитования до 1 января 2017 года было объявлено председателем правительства России Дмитрием Медведевым в Чебоксарах на недавнем выездном совещании по вопросу о ситуации на рынке труда и мерах по поддержке занятости. Инициатива принадлежит думской фракции партии «Единая Россия». Здравствуйте! Кем работаем? Я электрик. Электрик Олег Тихонов, мастер Максим Шоркин и прораб Александр Калистратов полны здорового оптимизма. Удовлетворенная в своей работе? Да, очень рад. Работа нравится. Дружный коллектив у нас. В зависимости от работы зарплаты? Зарплата достойная. Невесты есть? Ну, в поисках. Надо, надо, надо. Квартира, раз это строится, значит, надо успеть приобрести по нашим государственным программам. Благодарю то, что не выезжаете никуда, ни в Москву, ни в Московскую область. Работа нравится вам. Урин зарплаты от производительности труда вас устраивает. Зачем куда-то ездить? Рядом родителей, соответственно, все равно это интересная жизнь. А самое главное, вот нравится тот район, который вы строите? Да. Будем работать с радостью. Горица. Молодцы. Позже мы вам еще раз руки. Ну, электрик самый эмоциональный. У меня молодец, у меня душа поет. У нас без этого никак. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вы жильцы уже, да, этих новых многоквартирных домов? По комфортности, проживанию, как ощущаете? Как маленькие кусочки Европы. Да? Да. Не хватает только фонтанов. Для нас, для меня, лично для главы республики, это очень важно, иметь обратную связь. И то, что вы отзываетесь очень хорошо, это значимо для нас, хотя стоимость квадратного метра довольно-таки приличная, по сути дела. Но, с учетом комфортности, с учетом качества, раз вам это нравится, раз вам комфортно, это уже большая наша совместная работа со строителями, с подрядчиками. И счастье, когда у мамы, у папы, у ребенка, это дорогого стоит, по сути дела. Ну, кроме того, мы взяли ипотечный кредит льготный по программе «Молодая семья», поэтому благодаря нашей федеральной и региональной, прежде всего, поддержке. Кредит сколько взяли? Полтора миллиона. Полтора миллиона. А субсидируется сколько? Субсидируется там 4%. 4%? 4%? Это как раз молодые специалисты и молодые семьи, которые мы по оригинальной программе взяли, для того, чтобы удешевить стоимость оплаты для заемщиков, в данном случае, людей, граждан России и наших семей. То, что вы это ощущаете, эти 4% по году, конечно, там набирается, это приличная сумма, по сути дела. Это очень ощущает. А в этом году, честно признаюсь, мы не можем новые кредиты обслуживать, новые кредиты, но все старые кредиты, которые у нас по факту есть, их практически 12 тысяч, наверное, получается у нас. Мы их все полностью обслуживаем. Более 120 миллионов рублей выделяем. Спасибо вам большое. Успехов. Удачи. Спасибо. Пожми руку. Давай. Одно существенное дополнение к увиденному и услышанному от главы Чебоксар Леонида Черкесова. Микро-районе Радужный – это один из 17 микро-районов, которые застраиваются в городе Чебоксары. Мы планируем построить вот этих 17 микро-районах более 7 миллионов квадратных метров жилья. Мы хотим, чтобы все микро-районы у нас осваивались в комплексе. Здесь в микро-районе Радужный запланированная школа на тысячи мест, два детских сада на 290 и 100 мест. В перспективе здесь будет полноценный микро-район со всей инфраструктурой. Вместе с Леонидом Ильичом Черкесовым наша съемочная группа побывала еще в одном быстро развивающемся жилом районе Чебоксар – в новом городе. Здесь, ко всему прочему, реализуется государственная социальная программа «Жилье для российской семьи», старт которой был дан в 2015 году. Право участия в ней в результате конкурсного отбора добился один из застройщиков нового городского микро-района «Открытое акционерное общество» ИСКЧ. В доме номер 34 по улице Нижегородской поселились Мира Васильевна Курицына и ее дочь Татьяна. Мы с индивидуальным отоплением. Кухня тут просторная, 12,4 квадратных метра. Это у нас зал. Просторный тоже. Просторно. Как доступно жилье вам? Нравится здесь жить? И как горожанам другим рекомендую, что стоит участвовать в этой программе? Программа сработала быстро. Мы жилье получили через 10 месяцев, как встали очередь. Большое и огромное человеческое спасибо, что нам дали возможность получить жилье по льготной тени. Дом хороший, качественный, добротный. Район нравится нам. А Татьяна что тут молчит? Да. Как у нас молодежь себя чувствует в новом городе? Отлично. Мне очень нравится этот район. Мне просто смущало, что транспортная доступность нет. На самом деле 5 минут до остановки. Очень удобно. Дом, естественно, хороший, теплый. Ну и все устраивает, если честно. То есть ожидания оправдались. Порадуемся за семью Курицыных и других новоселов нового города. Здесь проживают уже более 13 тысяч жителей. А по завершении проекта к 2020 году цифра возрастет до 43,5 тысяч. А пока несколько рабочих моментов. Леонид Черкесов обсудил их с генеральным директором компании ИСКЧ Александром Героевым. Садик на 160 мест на сегодня, нулевой цикл выполнен. Но по договоренности с Министерством строительства, с управлением города, мы притормозили этот объект, чтобы зайти по ФЦП жилища, по финансированию данного садика. На сегодня данный вопрос рассматривается в Министерстве строительства России. Я думаю, в марте, максимум в апреле этот вопрос будет решен. А вот вхождение в федеральную целевую программу жилища, что она дает и для города, и для застройщика? Ну, в случае вхождения республики в данную программу идет выделение федеральных субсидий. То есть это уже нагрузка ложится не только на республиканский городской бюджет, но в том числе берет часть расходов, значительную часть расходов эта федерация. Мы говорим, что жилье для российской семьи. Если в прошлом году 5000 квадратных метров по этой программе они ввели, но в этом году еще 5000, всего 10 тысяч квадратных метров для этого микрорайона, для нового города. Это, думаю, для нас очень важно. Чувашия удерживает прочные позиции и в деле переселения людей из аварийного жилья. И об этом руководитель региона рассказал 10 марта министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаилу Меню. Программа выполнена более чем наполовину, а в 2017 году завершится в полном объеме. Причем процесс переселения из аварийного жилья идет хорошими темпами не только в крупных городах, но и на периферии, к примеру, в селе Аликово. На этих кадрах, ставших уже историей, запечатлен момент вручения Михаилам Игнатьевым ключей от новых квартир тем, кто долгие годы ютился в бараках. 53 семьи в августе прошлого года обрели комфортабельное жилье в доме номер 10 на улице Октябрьской. Мария Порфирьевна Варламова – одна из переселенок из ветхого жилья. Проживают в новой квартире вместе с дочерью Риммой и зятем Анатолием Матвеевым. И с нами же глава администрации Аликовского района Александр Николаевич Куликов. Вот что, как живется вам? Ну и квартира хорошая, конечно. Трудно были старые квартиры жить. Воды не далеко идти надо, ведрами таскать надо были. Вот сейчас туалет здесь, воды есть. Как хорошо это. Ладно, спасибо. Эта квартира дали мне. Умреть не хочу я сейчас. Поведала о своем житии и бытии в новом доме 2А на улице Восточной и Альбина Петровна Русакова. Сюда переехали. Ой, какая красота. Красота? Да. Ну мы уж сейчас не будем беспокоить вас заходить, но что вот внутри у вас? Можете рассказать? У нас индивидуальное отопление. О, как здорово. Это как хорошо. То есть сами регулируете? Да. Вода, водоотведение. Главное, что его. Туалет дома. Привет, Галя. Откуда ты идешь? В Алику гуляла? Так, гуляла, ходила. И вы тоже что ли переселились из аварийного жилья? Тоже из аварийного. И тоже в этот дом? Да, с сельхозтехники, с улицы Гагарина. А там что было не так? Ну как, двухэтажный дом, без удобств, без ничего. Обыкновенный дом. Да ничего, воды нет, туалета нет, ничего, все набудется. И разваливается. И разваливается. А вот Альбин Прон нам хочет показать дом, где она жила. Альбин Прон, это который дом? Вот, глядите, вот второй беленький дом. Беленький дом, да? Ну он, наверное, такой же, как вот этот, который без окон, да, сейчас стоит? Он такой же. Нам сказали сразу, когда только признали дом аварийный, вы будете жить в самом красивом доме Валиковой. Точно так и получилось. Самый красивый дом. А сейчас мы перемещаемся в Новочебоксарск, в жилой комплекс со сказочным названием «Тридевятый». Михаила Игнатьева встречают заместитель главы администрации города Ольга Чепрасова и директор акционерного общества «Ипотечная корпорация Чувашской республики» Альберт Сидоркин. Общество является одним из ведущих заказчиков-застройщиков на рынке жилья. «Тридевятый» – комплекс из трех девятиэтажек. Расположился на пересечении улиц 10-й Пятилетки и Восточная. Это так называемые «умные дома». Первый уже сдан. Стоимость одного квадратного метра на сколько увеличивается? В принципе, он у нас заложен по проектам. Нет, датчики же. Ну это же где-то 3 миллиона к одному дому. И экономия на услугах жилищно-коммунального хозяйства для проживающих в данной квартире. Сколько получается? 20% от потребления стандартной квартиры будет экономия на потребление на рынке ресурса. Одной из хозяек квартир в «Умном доме» стала Анастасия Албутова, студентка кооперативного техникума. Квартира ей предоставлена по соцпрограмме «Дети-сироты». Сколько лет ждали квартиру? 4 года. 4 года? С 18 лет. По удобствам, по комфортности как ощущаете? Очень тепло. Тут светло. Тепло? Да. Тут система «умный дом». Можно контролировать все. Тепло понижать и повышать. Когда ночью вы уходите, вы на какой температуре оставляете? Ну, примерно 20. 20 оставляете, да? И потом как? Через баншетника управляете? На учебе зайти в «Умный дом» и проконтролировать все это. Выключить свет могу везде. Будет работать только холодильник. Еще можно понизить температуру на 5 градусов ниже. Это эконом-режим получается. Расходы на сервис, услуг вот таких по программе, сколько приходится дополнительно платить? Почти ничего не нужно. Был бы только интернет свой. Просто подключаешь интернет, за программу заканчиваешь вот этот вот. Это уже в пределах тех же тарифов? Да. Пожелаю. В этом доме всегда было тепло, уютно. Я полагаю, найдете хорошего, надежного друга. И здесь практически уже у вас будет семейное счастье. Спасибо вам. Это очень важно. Спасибо. Поздравляю, давайте от вас. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам, пригодится. Кроме Албутовой, в этом доме получили квартиры еще трое детей, выросших без родительской опеки. А вот водитель Петр Дарьин приобрел двухкомнатную квартиру площадью почти 80 квадратных метров по программе «Молодая семья». И теперь ее переоборудуют по своему вкусу, чтобы хватило места и им, женой Екатериной, и трем детишкам – Александре, Льву и Платону. В качестве прораба – мама Ирина Викторовна. Поздравляю. Спасибо большое за квартиру. С получением новой квартиры. Какие просьбы к нам? Да нет, вроде все хорошо, все замечательно, живем. Самое главное, чтобы поработать. Михаил Ильич, ну вот сейчас посмотрели умный дом. Кому-то повезло, кто-то уже имеет квартиры, а вот сейчас, говорят, очень сложная экономическая ситуация. Как у нас будет реализация социальных программ в республике? По итогам прошлого года мы увеличили строительство многоквартирных домов на 18%. Почти 2 миллиарда рублей бюджетных финансовых средств мы выделяем на различные государственные программы. Это программа «Жилище». Мы эффективно взаимодействуем с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Получаем оттуда средства на молодые семьи. Безвозмездные субсидии этим семьям выделяются в размере 30-35%. Потом устойчивое развитие сельских территорий. Получаем соответствующие субсидии через Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. И в общей сумме не менее 400 миллионов рублей, точнее 423 миллиона рублей, у нас уже в проекте бюджета, который мы рассматривали 15 марта, заложены эти средства. Общее количество семей, расчетно мы предполагаем, 700-800 семей получат. Кроме этого, у нас дети-сироты, многодетные семьи. Они полностью на безвозмездной основе получают эти социальные выплаты. Ветераны Великой Отечественной войны, переселение с аварийного жилья. Пока мы выдерживаем все те параметры, заложенные в дорожной карте. И в этом году мы должны переселить не менее 3000 человек. Общая сумма, расчетно, это 1 миллиард рублей. Это огромные средства, которые мы выделяем. И кроме всего этого, у нас здесь инвалиды, которые по федеральной программе получат соответствующие средства. И эти средства мы отправляем открыто, публично. Все в доступной форме освещается и доводится. Вы смотрели передачу «Наша республика. Главная тема». Следующий выпуск будет посвящен деятельности и развитию физкультурно-оздоровительных комплексов. Встретимся совсем скоро. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова